Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS Wall 2.7 на самолёте FA-18C Hornet И в этом видео я расскажу вам про прицельный контейнер от FLIR, который добавили на Hornet в недавнем обновлении Open Beta клиента И в первую очередь вас сможет заинтересовать вопрос, а чем вообще отличается от FLIR от прицельного контейнера Lightning Но я вам так скажу, что в реале главной отличительной особенностью от FLIR является то, что он может выдерживать запредельные перегрузки при посадке на палубу авианосца Ну и при взлёте с палубы, соответственно, тогда как Lightning для таких перегрузок просто не предназначен И с большой вероятностью выйдет из строя при попытке использовать его с палубы В DCS, правда, это пока что не реализовано, но в любом случае, если вам хочется максимальной историчности и реализма То при работе с палубы нужно подвешивать от FLIR, а при работе с аэродрома стоит подвешивать Lightning Всё просто Ну а теперь давайте быстренько пробежимся по командам на HOTAS, которые могут нас заинтересовать Само собой, в первую очередь нас интересует команда RAID FLIR FIELD OF VIEW для изменения поля зрения прицельного контейнера С зумом от FLIR, как и Lightning, мы управляем командами Угол места антенны RLS выше и угол места антенны RLS ниже Команда TDC Depressed или в русской версии TDC Knupel нажать Служит для захвата цели Ну а команда Undesignate нужна для сброса захвата Команды Sensor Control Switch, как обычно, служат для выбора активного сенсора И это, в принципе, всё, что нам нужно на сегодня в настройках управления Ну да ладно, едем дальше Прицельный контейнер от FLIR можно подвесить только на левую мотогондолу и никуда больше В других случаях на эту точку подвески цепляется 120-ка Также, естественно, если вы хотите использовать прицельный контейнер от FLIR Тумблер FLIR у вас должен находиться в положении ON Ну а в остальном, по большей части, прицельный контейнер от FLIR применяется так же, как Lightning Для начала идем в меню Tactical После чего щелкаем по кнопке FLIR Вывел изображение с прицельного контейнера Делаем прицельный контейнер активным сенсором Нажатием Sensor Control Switch вниз Оп Вот теперь от FLIR является активным сенсором, что мы видим по этому ромбику И обратите внимание на то, что в отличие от Lightning От FLIR по умолчанию привязан к значку вектора скорости Если только не включена привязка к целевому ППМ И чтобы отвязать от FLIR от значка вектора скорости Щелкаем по вот этой вот кнопке Оп Теперь активен режим свободного поиска Без стабилизации относительно земли От FLIR управляется при помощи клавиш TDC вправо, влево, вверх и вниз Как и любой другой активный сенсор Но при этом прицельный контейнер не будет стабилизирован относительно земли И метки прицельного контейнера на ILS тоже не будет Давайте даже отожму паузу То есть, как я и говорил Прицельный контейнер относительно земли не стабилизирован Теперь, для того, чтобы поставить прицельную метку Щелкаем TDC Depressed Оп И одновременно с этим включается режим стабилизации контейнера относительно земли Давайте обратно включу активную паузу И после того, как мы поставили прицельную метку на земле при помощи контейнера На ILS также включается отображение прицельной метки То есть, мы понимаем, куда смотрит наш прицельный контейнер В этом плане от флира, от лайтнинга ничем не отличается То есть, перемещаем прицельный контейнер в режиме стабилизации Одновременно с ним перемещается и прицельная метка Положение которой мы можем по ILS отслеживать Ну вот, что отличается от флира по сравнению с лайтнингом Так это переключение поля зрения и изменение зума В общем, смотрите, у от флира есть аж три поля зрения Широкое, среднее и узкое поле зрения Переключаться между ними можно при помощи команды Rate Flir Field of View на Hot As Либо при помощи вот этой вот кнопки Также зум на от флире переключается ступенчато В отличие от лайтнинга, где зум изменяется плавно То есть, смотрите, видите Именно так зум на от флире и изменяется Напоминаю, что изменение зума прицельного контейнера Производится при помощи команд Изменение угла места RLS на Hot As Когда у вас прицельный контейнер Является активным сенсором Помимо этого, для изменения зума Мы можем воспользоваться вот этими вот кнопками Но я бы все-таки рекомендовал вам пользоваться командами на Hot As Ну а теперь касательно индикации И прочих элементов управления прицельного контейнера от FLIR Про кнопки изменения зума и переключения поля зрения Я уже сказал Данной кнопкой мы переключаемся между телевизионным и теплоконтрастным изображением прицельного контейнера Также это переключение можно производить долгим нажатием Команды RAID FLIR FIELD OF VIEW Как вы можете наблюдать Когда мы находимся в теплоконтрастном режиме Мы можем переключаться между режимами White Hot и Black Hot По необходимости При помощи кнопки RATICAL мы можем отключить и включить отображение перекрестия прицельного контейнера Тут отображается дальность до цели Как вы можете наблюдать 4,8 морские мили Также дальность отображается и на IELTS Тут вы можете наблюдать координаты того места Куда направлен прицельный контейнер Широта, долгота, превышение И координаты в системе UTM Кнопка UFC служит для изменения Кода лазерного целеуказателя А также системы поиска лазерного пятна Ну просто к примеру Вот щелкаю UFC Потом щелкаю по кнопке LTDC На передней панели UFC И ввожу нужный мне код лазера Допустим 1687 Enter И как вы можете заметить Код из системы лазерного целеуказателя LTDR изменился на 1687 Ну а код сверху Это код системы поиска лазерного пятна Не перепутайте их Также у нас есть кнопка Setup По ее нажатию У нас появляется шкала для настройки яркости И помимо этого мы можем изменить отображение координат При помощи вот этой вот кнопки Вот только широта, долгота Только координаты в формате UTM Вообще выкол отображения координат Ну и отображение всех координат И в формате широты, долготы И в формате UTM Тут у нас отображается высота полета в футах И скорость полета в узлах и в махах Ну а по нажатию кнопки DECLATOR Отображение этой информации можно отключить Как и отображение индикатора положения самолета в пространстве По нажатию кнопки LST Активируется система поиска лазерного пятна Как вы можете наблюдать Кнопки FOCUS на данный момент Не реализованы на прицельном контейнере Поскольку в DCS не реализована расфокусировка Этого самого прицельного контейнера Ну а еще добавлю то, что эта цифра Отображает отклонение прицельного контейнера По углу места От продольной оси самолета А вот эта цифра отображает Отклонение прицельного контейнера По азимуту От продольной оси самолета Опять же Можете понаблюдать за тем Как эти цифры изменяются Когда мы перемещаем прицельный контейнер В пространстве Помимо этого Отклонение прицельного контейнера От продольной оси самолета Отображается данным ромбиком Ну а если вас интересует Что за полоска И цифры под ней Ну данная полоска служит Для замера расстояния При помощи контейнера Например Если мне нужно узнать Расстояние между крайними деревьями Вот в этом вот лесочке Просто навожу вот эту вот полоску И оцениваю расстояние Которое примерно равно 160 метрам Между крайними деревьями Далее Из режима стабилизации Относительно земли Который включается нажатие MTDC Depress Как мы помним Мы можем перейти В режим сцен Для этого Нажимаем Сенсор Ctrl Switch Вниз Оп И видите Режим сцен активен И данный режим Является полным аналогом Режима Area Прицельного контейнера Lightning То есть этот режим Также используется Для захвата Определенной точки На земле Но в отличие От режима Area На Lightning В режиме Сцена От FLIR Мы можем Свободно Перемещать Прицельный контейнер Туда Куда нам Нужно Что в принципе Можно считать Довольно таки Неплохим плюсом От FLIR По сравнению С Lightning Далее Следующим нажатием Ctrl Switch Вниз Мы переключаемся В режим Auto Который По сути дела Является Полным аналогом Режима Point И служит Для захвата И сопровождения Подвижных целей Ну а Очередным нажатием Сенсор Ctrl Switch Вниз Мы переключаемся Обратно На режим Стабилизации Относительно земли И добавлю то Что в режиме Авто Есть под режим Offset Который активируется Нажатием TTC Depressed Появляется Крестик И при помощи Этого крестика Можно выбрать Точку В которую Будет светить Лазер То есть В данном случае При включении Лазер будет Светить Не туда Куда направлен Прицельный контейнер А туда Куда смотрит Крестик Ну данный режим В реале Используется Для того Чтобы Атаковать Какую то Конкретную Часть Захваченного Корабля Просто смотрите Контейнер В режиме Авто Захватывает Сам силуэт Корабля Ну а Крестиком Мы выбираем Место Куда Светить Лазером Чтобы Именно туда Попала Бомба С лазерным Наведением В общем Довольно Любопытный Момент Который Я посчитал Достойным Упоминания И если Если Из-под Режима Оффсет Вы Нажмете Команду Сенсор Контрол Свич Вниз То Контейнер В режиме Стабилизации Будет Направлен Туда Куда До этого Смотрел Тот Самый Крестик Ну и Само Собой У прицельного Контейнера Радфлир Есть Режим Привязки К целевому ППМ Куда Жи Без Него Давайте Выведем Страницу ШСАЙ На правый Монитор И для Привязки Прицельного Контейнера Выбираем Целевой ППМ В данном Случа Первый И щелкаем По кнопке Waypoint Designate Оп Привязка Прицельного Контейнера Осуществлена Давайте Я сейчас Зазумлю Изображение Как вы можете Заметить ППМ На отфлире Отображаются В виде Треугольника И циферки Сейчас мы Видим Что прицельный Контейнер Направлен На первый ППМ Что может Быть Довольно Таки Удобно На самом Деле И учтите Что При Привязке Прицельного Контейнера К целевому ППМ Прицельный Контейнер Вы перемещать Не сможете Так что Не удивляйтесь Почему У вас Выбран Прицельный Контейнер Активным Сенсором Но при этом Он не перемещается Тут все Довольно Просто Чтобы иметь Возможность Перемещать Прицельный Контейнер Нажимаем Команду TDC Depressed Чтобы перейти В режим Стабилизации Относительно Земли Нажал И теперь Прицельный Контейнер Прекрасно Перемещается В режиме Стабилизации Относительно Земли Но Прицельный Контейнер Все равно Смещается Вместе С движением Самолета Ну Ничего страшного Поскольку Всегда можно Перейти В режим Сын Нажатием Сенсор Контрол Свитч Вниз Оп И Теперь Контейнер Не двигается Но вообще Я думаю Этот Баг Довольно Быстро Починят Но Просто Показал То что Пока что Можно воспользоваться Режимом Сын Для этого Чтобы Прицельный Контейнер Не путешествовал У вас Вслед за Самолетом Вообще От Флира Зум Похуже Чем у Лайтнинга Если вы Меня Спросите То есть Видите 25 Морских Миль Но при этом Целе Я вижу Очень Плохо Тогда Как На Лайтнинге Можно Зазумить Изображение Куда Сильнее Так Что Имейте Это Ввиду Ну И Давайте Применим Какое Нибудь Вооружение Сегодня Потому Что Почему Б И Нет Собственно Правильно Так Что В ходе Сегодняшнего Вылета Применю Бомбу ГБУ 12 По Одному Из Танков Икс Выбираю Бомбу ГБУ 12 Включил Взрыватель Вводим Код Лазера Для Бомб 1688 Enter Степ Теперь Вводим Код Для Второй Точки Подвески Отлично И Само Собой Если Применяем Вооружение С Лазерным Наведением То Обязательно Включаем Лазерный Целеуказатель Ну А вообще Управляемое Вооружение С прицельным Контейнером От Флир Применяется Точно Так же Как С прицельным Контейнером Лайтнинг И Каких-то Принципиальных Отличий В процедуре Просто Нет Тикс Давайте Самый Левый Танк Проатакуем Бомбой ГБУ-12 А И Еще Если Вы Будете Пользоваться Режимом Авто Имейте Ввиду То Что Прицельный Контейнер От Флир В режиме Авто Перемещать Нельзя Как В общем-то И Прицельный Контейнер Лайтнинг В режиме Пойнт Так что Это стоит Учитывать 10 Секунд До Сброса Кнопку Сброса Зажал Бомба Сошла Ну и Подсвет Лазером Включится Автоматически Как мы Помним Подсвет Лазером Пошел 3 секунды До Попадания Бабах И Цель Поражена В общем-то Как я и говорил Применение Вооружения С Отфлиром Ничем Не отличается От применения Вооружения С Лайтнингом Ну вот Как-то Так В любом Случае На этом У нас На сегодня Все Надеюсь Это видео Было Кому-то Интересно И всем Спасибо Всем До Свидания